На холотропно-сеансы холотропного дыхания были частые случаи, люди впадали в кому. Если смазана четвертая матрица, результат, он делает все, много чего, а результата нет. Тут разница только в этом, через что и каким путем человек пришел в духовность для того, чтобы потом прокачивать свою материальную составляющую. Ты чувствуешь, что ты накрываешь весь зал, который перед тобой, какой-то такой, не знаю, вуалью, что ли, и все, они просто в это погружаются, и оттуда не хочется выходить. Такой, ну, русский менталитет, да, то есть не буду улыбаться, иначе подумают, что со мной что-то не так. Привет, друзья, мы снова вместе, и я снова сегодня не один. У нас Оля Молостова в студии, вот, так как она занимается энергодыханием, она проводит группы, занимается с людьми, и, в общем, с предыдущего подкаста у нас еще остались вопросы, которые, казалось бы, мы думали, что мы все раскрыли, но нет. Сегодня мы хотим еще одну тему раскачать, это духовное, материальное, какой образ должен быть человека, который занимается духовными практиками, что такое материя, как она соединяется с духовностью, да, и так далее, потому что в наше время уже много людей зашло в эту нишу, можно сказать, все поголовно стали психологами, да, вы замечаете, все поголовно стали заниматься медитациями, йогой, там, всем, чем можно, это мы наблюдаем, и это прикольно. Это хорошо, да, но есть определенные черты, которые хотя бы мы сейчас с Олей прорисуем. Окей, начинаем. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, пишите в комментах какие-то вопросы, если вас что-то интересует, что-то, может быть, мы упустили, я это все прочитаю, может быть, еще в следующем подкасте мы разберем. Поехали. Всем привет, Рома, привет, благодарю тебя за приглашение, и я хотела бы задать тебе сразу такой вопрос. Больше даже я тебя, от своей аудитории, я веду группы, и многих интересует один вопрос, чем энерго дыхание отличается от холотропного дыхания. Окей, самый такой вопрос прям в сердечко. Чем отличается энерго дыхание от холотропа? Ребят, вот реально многие спрашивают, и ты спрашиваешь, и люди спрашивают, даже бывает, вот мы ввели вчера группу, 50 человек на пляже, Дубай, все дышат, и люди отмечают, вот когда сториз делают, отмечают, я типа занимался холотропным дыханием. А я пишу, что это не холотропное дыхание, это энерго дыхание. И человек искренне не понимает, в чем разница. Ну, я, говорит, дышала холотроп, вот напишите в комментариях, кто раньше дышал холотроп, понимаете ли вы разницу? Ну, там дышишь вот так, и тут дышишь вот так. Блин, одно и то же, то есть, ну, в чем разница? Давайте начнем с истоков. Холотропное дыхание было придумано в 1975 году, там промежуток 1975-1977 год, тогда, когда в Америке запретили опыты с ЛСД, и ЛСД внесли в реестр запрещенных веществ. И в это время Станислав Гроф занимался исследованиями полезных свойств ЛСД. Да, и тут раз и запрещают эту тему. Конечно же, дальше он продолжать уже не мог, ну, потому что все это запрет. И он со своей женой изобрели вместе метод холотропного дыхания, потому что учащенное связанное дыхание вызывает эффект, похожий как от ЛСД. Когда я вел группы лет 5 назад, ко мне приходила аудитория абсолютно разная. То есть это вот сейчас дыхательные практики, они такие прям, ну, я не знаю, они везде эти дыхательные практики. То есть и отчасти это наша заслуга, это мы это все дело раскачиваем, популяризируем даже сейчас этим видео. И как-то пришла группа, я спросил, зачем вы здесь, что вы здесь, ну, зачем вы пришли, что вы хотите. И один молодой человек, ну, такой прям молодой, видно, такой панк, он такой поднимает руку. Я, говорит, читал, что вот эти практики вызывают эффект ЛСД, я хочу попробовать. Может быть, реально я, типа, заменю это этим, да? То есть, а люди другие пришли, они пришли решить какие-то задачи, как-то проработать какую-то травму, обиду отпустить. И просто чел просто залетает на группу, говорит, я хочу, типа, попробовать. Потому что там в книжке про холотропное дыхание написано, еще раз, да, резюме. 1975 год, Станислав Гров на замену ЛСД открывает холотропное дыхание. Это первое. Вот этот метод, он дышится аналогично, как энергодыхание. Вот так. Но существенная разница в том, что здесь идет одна длинная фаза. Фаза холотропного дыхания без перерыва дышится от часу и далее. То есть, чаще всего происходит дыхание, учащенное в группе, может быть, в разных ритмах, под музыку, час-два. Кто-то приходил на занятия, я говорю, ну сколько вы дышали холотропом? 4 часа. 4 часа тренер, ведущий заставлял людей дышать учащенно. Это очень опасно. И вот с медицинской точки зрения холотропное дыхание нужно делать настолько аккуратно, настолько понимать свои данные, чтобы не навредить себе во время сеанса. Но когда к тренеру по холотропному дыханию приходит группа в 50 человек, там даже подписывают специальный документ, ну вообще в идеале так должно быть, что если с ним, с кем-то что-то случится, то тренер и ведущий не берет на себя ответственность. Казалось бы, да, вопросик такой, а что же может случиться, раз мы такие документы подписываем? Ну как бы не настораживает эта тема? Я пришел развиваться, я пришел, или там кто-то пришла развиваться, развиваться, ну какие-то, хотя бы просто посмотреть. И мне тут дают документ, типа, что если с тобой что-то случится на холотропном дыхании, то как бы никто не берет. И у этого есть история. На холотроп, на сеансы холотропного дыхания были частые случаи, люди впадали в кому. И это, конечно же, ну из-за того, что эти случаи были, все шишки летели на тренера, на ведущего. Это первое. Вопрос в том, почему люди впадали в кому на холотропном дыхании, остается, знаете, как-то в тени. Ну какая причина этому? Ведущий, что ли, плохо вел? В чем проблема? А в том, что дыхание учащенного типа более часа, даже более 40 минут, есть порог определенный. Далее 40 минут, когда уже человек дышит, он уже попадает в зону риска длительного сужения сосуды и длительного кислородного голодания мозга. И вот с медицинской точки зрения это опасно. То есть как медики говорят, типа, столько дышать не надо. Мы как врачи не рекомендуем. Если среди вас есть кто-то врач, медик, подтвердите. Потому что, когда дышишь учащенно, из организма вытесняется СО2, углекислогаз. Он вытесняется, кислород остается примерно столько же. То есть некоторые думают, я дышу, и типа я накачался кислородом, и поэтому у меня закружилась голова. Нет, у тебя просто СО2 выкачали. Ты его выкачиваешь из себя учащенным дыханием. Дальше включается автономно-нервная система, запускается симпатика, она усиливается. Симпатическая система – это рефлекс бей-беги. Бей-беги вот в любой ситуации стрессовой, мы в стрессовой ситуации, мы дышим как? Вот это вот, учащенное дыхание. То есть это автоматический тип дыхания, который в стрессе запускается. То есть когда тебя колбасит, ты начинаешь часто дышать. Когда у тебя лихорадит, ты часто дышишь. У тебя выделяется адреналин, кортизол, гормоны стресса. Так вот, ребят, назначение холотропного дыхания в том, чтобы перепрожить 4 перинатальной матрицы. Первая матрица – это когда плод созревает в утробе матери. Это такое время 9 месяцев. Человек-плод, который только из клетки начал делиться, он чувствует, что он в раю. В идеале тепло, темно, кормят. Это первая матрица. То есть рай – все хорошо. Вторая перинатальная матрица – это когда начинают идти спазмы, но родовые пути еще не открылись. И вот в этот момент ребенок испытывает первую свою встречу с неизвестным и с некой такой проблемой, и с угрозой смерти. То есть он же считывает полностью всем телом, не только мозг. Все тело чувствует опасность, что что-то начинает происходить. И его выдворяют с рая. Пытаются выкинуть с этого хорошего времяпровождения, в котором он провел 9 месяцев. Третья матрица – это когда открываются родовые пути, и плод начинает уже выходить. Он уже как бы нашел выход. Он уже понял, ну, всем своим существом понял, осознал, что открылись пути, что выход вон там. Но нужно пройти по этому каналу благополучно, чтобы как минимум выжить. Вот это называется поиск решения. И четвертая матрица – это результат того, как он прошел по родовому каналу. Четвертая матрица – это когда он родился и сделал первый вдох. Расправились легкие. Первое вот это соприкосновение с реальностью, и в него вошла внешняя среда. Ну, в легкие, которые справились. Это кислород, воздух. Это результат того, что вот этот плод, да, ребенок прошел вот этот путь. У многих людей вот эти матрицы смазанные, их называют смазанные, битые, это когда-либо долго не открывались пути. Схватки есть, но путь не открыт. И плод, он слишком долго в этом состоянии пробыл, под угрозой смерти, но выхода не было. И также каждый человек, он встречается в этой жизни вот примерно по такому же пути. Мы живем, нам комфортно. Раз, возникает внезапная ситуация, которую мы не ждали, не знали. Это, считайте, нас начинает трясти. Ну, как бы ты жил в раю, а тут у тебя все пошел дискомфорт, какие-то проблемы, там еще что-то, денег нет, или там кризис, крипта упала, что угодно. Все, это вот вторая матрица. Третья матрица, то, что ты начинаешь делать относительно того, что с тобой произошло. Либо ты шевелишься и ищешь выходы, решения. Это в бизнесе, кстати, важно. И четвертая матрица – это результат твоих движений. Если у человека смазана третья матрица, то он встречается с проблемой, и он ничего не делает. Он не знает, как ее решить, он сразу в ракушку заходит. Если смазана четвертая матрица, результат, он делает все, много чего, а результата нет. И вот холотропное дыхание направлено на то, чтобы зайти в практику через дыхание, войти в это состояние и по новой прожить, восстановить вот этот алгоритм решения проблемы. Еще раз. Рай, угроза смерти, проблема, попытка и поиск решения этой проблемы, чтобы ее убрать, и результат – это эволюция. То есть, он был в животе, и тут он вышел наружу. То есть, это как гусеница в бабочку. Вот это классическое холотропное дыхание. Если вы приходите на тренинг, где гуру вам говорит, дышим, просто ставит музыку на винампе, которая несведенная, не говорит ритм и так далее, то ничего не упоминает про четыре перинатальных матрицы, про вот этот смысл, то это не холотропное дыхание, это же какая-то отсебятина. А энергодыхание, в чем его разница, мы делим на фазы. Активное дыхание, у нас может быть 5, 6, 7, 10 минут для новичков. И мы всегда, когда работаем с группой, когда люди пришли в первый раз, мы даем им одну фазу, там, 5-8 минут. Если люди уже подышали, мы смотрим на них, мы даем дальше две фазы. Между ними окошко, окно отдыха. И вот эти фазы, они могут в себя включать до 8 штук. 8 фаз. Каждая фаза, там, 5-7 минут. Между ними окна. Окна, и как раз-таки они нужны для того, чтобы восстановить баланс СО2. Почему не хочется дышать? В этот момент баланс СО2 восстанавливается. Все. То есть смысла дышать нет, потому что СО2 накапливается из того кислорода, который уже есть. И ты минуты 4 не дышишь. Ты подвисаешь. И это кайф. И это те же состояния сатори, да, проблеск самадхи. Потому что мы техникой достигли этого состояния. И это и есть целительное состояние. И энергодыхание может, кстати, быть направлено не на то, чтобы там 4 матрицы прожить. Его можно направить на реализацию намерения в будущем. Можно зайти в регрессию. То есть можно проработать конкретно, точечно обиду. То есть энергодыхание, спектр работы шире и с будущим, и с прошлым, и с настоящим. То есть мы можем, в зависимости от подготовки группы в энергодыхании, можем точно определить, какие сеансы давать, да, сколько фаз. Можем 2-3, можем, если группа у вас уже... Но если уже совсем, то можно до 7 дойти, я думаю, спокойно, да. Так что разница в том, что холотроп – это одна фаза. Нужно прожить 4 матрицы. Нужно быть очень хорошо подготовленным. Подписать документ, чтобы клина не поймали. Энергодыхание в этом плане намного безопаснее. Потому что мы не доводим до того состояния, когда сосуды долго сужены. В головном мозге, в теле. Окей, я надеюсь, ответил. Самый главный частый вопрос, который мне задают – как часто можно дышать? Практику энергодыхания. Это тоже один из частых вопросов, да. Как часто можно дышать? Смотрите, учащённое дыхание. Также к этому вопросу прилетает. А вот каждому человеку отмерено определённое количество дыханий. А вот вы дышите часто. Может, я умру через год? Такой, знаешь, с подвохом. На самом деле мы рекомендуем 1-2 раза дышать часто. В неделю. Почему? Даже не потому, что там количество вдохов отмерено. Ребята, кстати, это бред полный. Что каждому человеку отмерил, кто отмерил. Ну, покажите, кто отмерил. Или кто вообще представитель того, кто отмерил. Сколько мне вдохов отмерено? Понимаете? Сколько вдохов отмерено тем, кто там в авариях погибает? Ну, это полный бред, ребят. Просто забудьте про эту чушь. То, что в йоге написано, это вообще всё перековеркали настолько, потому что чем медленнее вы дышите в своей привычной жизни, в покое, чем медленнее, меньше 10 циклов дыхания в минуту, тем дольше вы будете жить. Но количество дыханий, оно никак не спасёт от, например, несчастного случая. Поэтому, ребят, расслабьтесь. Даже не считайте вдохи и не думайте про это. Но всё-таки частое дыхание лучше делать 1-2 раза в неделю только потому, что если вы будете делать каждый день, вы просто к нему адаптируетесь. Вот и всё. Смысла нету дышать. То есть нужно... Почему мы меняем в этих активных коротких фазах ритмы? У нас есть 4 ритма основных ведущих. Ну, там даже больше ритмов, да просто 4 диапазона. Первый диапазон это 20 BPM. Второй диапазон 45 циклов в минуту. Третий диапазон 70. Это шаманское дыхание. И четвёртый диапазон, он такой расширенный, от 100 и выше. Поэтому называется 100+. Нужно может быть 100, 110, 120, 125, 130, 140, 150 дыханий в минуту. Это вот так. Да? Учащённое дыхание, оно дышится ртом. И вот когда мы делаем структуру, когда создаю вот эти треки энергодыхания на программе, я чаще всего меняю ритмы в фазах. Например, 7 фаз дыхания, они чередуются. Первая фаза, там, например, 45. Дышим. Она лёгкая. Это лёгкий вход. 8-10 минут люди дышат, всем нормально. Никто не паникует, никому не сложно это дышать. Но после 8 минут такого дыхания, мы отдыхаем 4 минутки. Ловим этот релакс, восстанавливается значение СО2. И уже вторая фаза может быть больше 100, 120. Её гораздо легче дышать после 45 первой фазы. А дальше у нас идёт уже глубина. Мы просто можем на третью фазу опять 45 ритма дать. Опять 45, да, можно стихи писать. Вот. Получается, что можно там 70 циклов минуту дать, можно там 140 дать в ритме. И таким образом 7 фаз насчитывают в себя разные ритмы для того, чтобы за один сеанс не было состояния адаптации к одному ритму. Не так давно девушка мне писала, что подышала практику. И вот как насчёт того, когда происходит процесс невоспалительный, а вот начинают проявляться какие-то физические такие моменты. Что-то заболело после, когда вскрывается вот это. Это о чём может говорить? Просто многих это пугает. Говорят, я подышала практику, меня скрутило живот, и было настолько всё плохо. Ну, как бы есть такие моменты. Друзья, на самом деле, вот к вам вопрос, к аудитории. Кто как часто делает ЧКП организма? ЧКП понятно, о чём речь? Это исследование своего личного тела, организма, в каком состоянии. Кровь, гормоны, показатели, баланс мышц с жиром. Ну и так далее. И больше, чем уверен, 80% людей, особенно в русскоговорящем пространстве, в этой прослойке, не делают ЧКП. Ну, во-первых, нормальный ЧКП – это дорого. Как есть, так есть. И, во-вторых, просто куча народа не знает себя. И когда вы приходите на дыхание, то те болячки, те микромышцы спазмированные, которым вы привыкли, да, вот напишите в комментариях, как часто вы себя ловите на том, что у вас болит шея, либо голова, либо перенапряжены мышцы. Как часто вы вообще находитесь в состоянии напряжения? 100% те, кто долго ездит за рулем, вы вот в таком состоянии. Я по себе знаю. Я сколько-то лет ездил за рулем, у меня спина заболела, потому что, ну, сидение, оно сделано, ну, как бы, неровно спина, но с таким прогибом. И потом банки, дыхание, да, дыхание все-таки изнутри расслабляет мышцы, оно снимает просто спазматику мышц. Почему дышат, например, во время энергодыхания, лицо сморщивается, губы в трубочку тебя просто искореживает, потому что мимические мышцы, сколько там этих мышц, много, в общем, на лице. Я же не медик, ребят, но я просто знаю эти процессы из наблюдений. Мимические мышцы, из-за того, что люди не проявляют эмоции в жизни, ну, знаете, каменные лица такие, то есть, как бы, особенно где-нибудь там в глубинке, либо в Москве, либо, ну, в общем, такой, ну, русский менталитет, да, то есть, не буду улыбаться, иначе подумают, что со мной что-то не так. Хотя за границей все улыбчивые. Улыбчивые. И там неважно, улыбка это пластиковая или нет, просто вы даже если улыбаетесь, у вас уже мимика работает, а еще народ заколит себя ботоксами, вот это все, у них вообще ничего не двигается, они приходят на дыхание, у них все скручивает, потому что непроявленное, то есть, люди не проявляют эмоции, не проявляют выражения лица, у них никакое, хотя внутри может буря быть, эмоции, да, или невысказанность, вот этот ком в горле, невысказанность. И когда к тебе приходят девочки дышать, и тут вот это все, то, что они не показывали, это начинает проявляться на уровне тела, а тело, оно никогда вам не соврет. Если вы скрываете от других людей ваши эмоции, то то, что вы скрываете, оно остается внутри и впечатывается в мышечную память. Это правда. И все, и они ловят вот эти состояния, но это наоборот хорошо. Просто в чем суть ведущего? В чем смысл того, что вот люди дышат сами где-то на ютубе, и они приходят к тебе? В том, что ты поддерживаешь людей, группу своих девочек, после того, как они подышали. Ты отвечаешь на вопросы, и всегда, ребят, вы с проводником, с ведущим уйдете намного дальше, чем сами будете копать и искать, потому что я шел по этому пути в одиночку практически. Ну, мало сейчас кто занимается дыханием. Ну, это по пальцам можно пересчитать. Поэтому это нормальный процесс, то, что вы скрываете от остальных и от себя тоже не делаете чекап, вы пришли в дыхание, оно у вас это проявило. Ну, это даже лучше. Ты хотя бы будешь видеть, с чем работать. Конечно. Честно скажу, вот то, что мы приехали в Дубай, вот эти дни, ну, для меня я реально стрессанул. Ну, конечно. Мы тут целый месяц в таком стрессе жили. Просто потому что, вроде бы, ничего такого, но организм в шоке. Организм в шоке, да. И то есть ты как бы, ты не можешь не делать проекты, ничего не делать. То есть я же не могу лежать целый день, как на балет. Вот это вот ходить. А тут надо и контент поделать, и то поделать, и то, и встречи, и расстояние тут больше, чем там. Как бы, то есть ехать сколько? Полчаса. В одну, вторую сторону. Дубай Мол зашли, мы помним вот сколько? Два часа мы вот в Дубай Моле потусовались. Там все, зашел и пропал. И так, такая тяжесть потом. Мы так устали. Ноги болят, спина болит. Ты просто устаешь быть в этом месте. Но это походу, мне кажется, это стройматериалы, из которых он построен, мне кажется, слишком много вот этих синтетических и вот этих сплавов. Количество людей энергетика. Количество людей и вот эта энергетика маркетинговая, она агрессивна очень. Но без этого не получится. Лучше, конечно, все в одном месте, с чем ездить по всему городу, собирать то, что тебе надо, да? Да или вообще еще там по рынкам шляться, да, там искать. Конечно, это лучше, но вот это все сконцентрировано в одном месте, конечно же, такое два часа нужно быть очень таким. А, кстати, это к вопросу о том, кто-то это же ведь чувствует. Да. У кого сенсор классный развит, а кто-то вообще не чувствует. Ему прям, он вообще просто ходит, он может там весь день провести и ничего не почувствует. А те, кто хотя бы как-то вот энергию чувствует по-другому. Да. Такой прям. Да. И это к тому, что мы приходим к таким моментам, что, когда вы увеличиваете свою чувствительность, свой сенсор открываете, то есть ты чувствуешь людей, которые тебе неприятны, которые врут, которые фонят, которые хотят как-то, например, манипулировать, и ты не можешь это не видеть и не ощущать. И это отчасти доставляет дискомфорт. И поэтому многим людям они закрываются, они не хотят видеть вот это все. Они либо уходят там в запой, либо еще что-то, либо психологически закрыты. Вот на дыхании в этот момент происходит раскрытие, открывается вот этот сенсор, и знаете, когда вы жили долго в темной комнате, и вам в этой комнате включают свет, и первое, что вы видите, это предметы, и вам режут глаза, то есть глаза должны привыкнуть, то есть ваш сенсор должен привыкнуть к этому миру. Сколько вы в Дубае после Еревана, да? Угу. Ну что, в Ереване там тихо, уютно, вот это все, да? По-другому, да. Тут тебя просто начинают заносить, за это все закручивать, и ты просто подстраиваешься. Это, кстати, к вопросу про духовное и материальное, мы так вот плавно подошли. Раскачивать свой сенсор, это как раз-таки вот для тех людей, если есть такая задача, если хочется выйти из ума, и идти вот просто за своим импульсом, мне кажется, вот это можно одним словом назвать как раз-то про духовность, про духовное развитие, куда ты хочешь прийти не через голову, а ты прям чувствуешь, что да. А многие как раз за материальным идут через духовность, потому что они идут из ума. Я хочу, потому что там можно классно заработать, особенно сейчас, в наше время. А я все-таки, ну, я, по крайней мере, пришла в это не из ума, то есть у меня не было никакого плана, у меня не было плана, кем я хочу стать, чем я хочу заниматься, я просто почувствовала, что это мое. Вот я хочу там развиваться, я хочу туда прийти, а дальше как пойдет, это уже как бы другая история. Мне кажется, вот это большая разница между... И вот если говорить про баланс как раз, то тут разница только в этом, через что и каким путем человек пришел в духовность для того, чтобы потом прокачивать свою материальную составляющую. Да, откуда, да, было импульс? Точка входа где была, через какое место? Да, и задача какая была. Через какое место у вас была точка входа? В материальное и в духовное? Может быть, вы в духовное хотите, чтобы у вас было материальным все хорошо, но моя практика показывает, что в реальной духовной практике заходят люди, у которых все хорошо с матерью. И чаще всего, что мы видим на практике, люди, которые пытаются подтянуть свою материальную часть, они не хотят учиться финансовой грамотности, они не хотят изучать какие-то финансовые инструменты, не хотят учиться, они хотят магии, чтобы кто-то им взмахнул волшебной палочкой, у них пошли доходы, ниоткуда. Вот эта точка входа, она конкретно важна. То есть, ребят, честно признайтесь себе, зачем вы идете в духовные практики, напишите в комментариях, что вас движет, чтобы что, чтобы тут заработать денег или чтобы по велению палочки у вас увеличилась зарплата, либо вы идете потому, что вы уже достигли определенной материальной ступеньки в этом обществе, в социуме, и вы хотите развиваться дальше, но уже на уровне сознания и эволюции своего духа. И вот этот образ Иисус, который не брал деньги за свои проповеди, за свои чудеса, вот эту байку я тоже очень часто слышу, а вот Иисус не брал деньги и вот он вот такой вот герой, а вот вы берете. Так вот, друзья, просто почему-то эти же люди не хотят вспоминать, чем Иисус закончил, потому что его распяли вот эти же люди, которые считали, что он должен для них, и он еще и мало сделал, понимаете? И вообще он не достоин, то есть была конкретная причина, вот этих самых людей, и поэтому те, кто не хочет платить деньги за знания, за духовность, вы не знаете просто цену вот этим знаниям, вы не хотите знать эту цену, а на самом деле цена огромная, то есть цена жизни того же Иисуса, вот реально. Поэтому самые, кстати, благодарные люди, которые платят, я сам плачу, и это нормально, то есть я считаю нормально платить за знания, потому что человек, проводник, вот ты какой путь прошла, чтобы выступить перед девочками, да, чтобы им что-то рассказать, объяснить, да, путь этот, там, не знаю, много лет, много лет проб, ошибок, стеснения, как выступать на публику, постоянные вот эти вопросы, это совсем непросто, как тебе, кстати? почему ты вообще пришла в то, чтобы вести занятия в группах или изучать это все? Причем я далеко не как бы, у кого-то есть огромное желание пойти вот в медийность, публичность, да, заниматься вот этой всей историей, прям показывать себя, я вообще несколько другой человек, я всю жизнь попадая в какие-то компании, мне привычнее и проще постоять где-то в сторонке, понаблюдать, то есть я никогда не выходила, ну вот так просто, и сейчас, когда даже я работаю в группе и провожу практики, неважно какая-то по счету практика, все равно включается вот этот стресс-фактор, легкое волнение, да, оно приятное, да, после кайфа, и как бы ты уже делаешь то, что делал много раз, но все равно, и это тоже, это огромное количество вложений, энергии, ресурсов, физических каких-то моментов, кто-то просто не знает, ну вернее, ты правильно сказал, не хочет знать, не хочет обращать, просто видит внешнюю картинку, думает, это же все легко, это все классно, она знает, ну и что, но нет, ну вот как я говорила уже, у меня просто был уже определенный какой-то багаж знаний, и внутреннего какого-то чувства уже, что все, оно меня начнет разрушать, если там еще даже смотреть по многим разборам и так далее, у меня стоит миссия передавать знания, если я это не делаю, а просто беру, 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 наполняю себя, меня начинает это разрушать просто, Оль, смотри, частый вопрос, но я хочу, чтобы ты на него ответила, я-то знаю, что это такое, что значит держать поле, вот люди спрашивают, вот как это держать поле, что это, какое поле и как его держать, чем, камень или чем, особенно, особенно если, там нет слов, то есть одно дело, когда говорит спикер, и он удерживает внимание, да, а другое дело, то, чем занимаемся мы, когда может быть полнейшая тишина в зале, и у тебя задача просто это все держать, чтобы никто никуда не встал и не вышел, это, вот это какая-то манкая такая, субстанция, я не знаю, которая просто накрывает человека, я не знаю, для кого-то сейчас это может звучать странно, но ты это чувствуешь, ты чувствуешь, что ты накрываешь весь вот зал, который перед тобой какой-то такой, не знаю, вуалью, что ли, и все, они просто в это погружаются, и оттуда не хочется выходить им, потому что они как раз чувствуют просто состояние, но если ты сам находишься в раздрае, и сам не понимаешь, и не чувствуешь вообще, что происходит, и не чувствуешь людей, которые напротив, то тогда не получится этого сделать. То есть, как бы ты не хотел, да, от ума держать поле не получается. Поэтому это как раз к вопросу о том, почему мы постоянно развиваемся, вкладываем в себя, растем и так далее, для того, чтобы держать, в первую очередь, свое вот это состояние, с помощью которого ты можешь вообще потом помогать людям. Да. И держать вот это поле. Причем неважно, один, два человека, там три или пятьдесят. И тут напрашивается вопрос, да, или не вопрос, а утверждение, что хочешь помочь другим людям, сначала помоги себе, достигни определенного уровня в социальном мире, и потом можешь тогда выводить на этот уровень, или хотя бы пытаться выводить на этот уровень других людей, которые к тебе обращаются. Хотя у меня даже есть люди, с которыми я работаю, они в социальном уровне намного выше, чем я. Вот что они берут, например. Вот есть люди, которые к тебе приходят, которые, ну, там, по образованию как-то там что-то знают то, что ты не знаешь, но они приходят к тебе зачем? Ты знаешь, я не так давно тоже разговаривала с... У нас есть такой семейный энергет, девушка замечательная, мы с ней давно работаем, и она говорит, Оль, я однажды поняла одну вещь, ее пригласили на какую-то закрытую конференцию, где были очень влиятельные люди. Она говорит, я шла и думала, Боже, вот что я могу им рассказать? Да, у нее как бы, ну, уровень тоже не маленький, но она говорит, ну, вот что я могу этим там мужчинам, у которых многомиллиардные бизнесы, рассказать дать? Она говорит, я поняла одно, они идут ко мне просто потому, что у них нету именно вот этого, вот этой составляющей. У них может быть все, но не хватает вот этого, поэтому идут, да, за какими-то знаниями. Там, ну, услышал одну фразу, две, уже что-то включилось, уже пришло какое-то осознание, но вообще это просто состояние. Вот опять мы все равно возвращаемся к этому. И неважно, человек может быть выше образования, по статусу выше и так далее, но если он просто чувствует, что у тебя есть что-то, вот даже маленькое что-то, и он идет на это. на состояние. На состояние. Окей, так каков же образ человека, который находится в балансе духовного и материального? Это самый сложный, наверное, вопрос. Друзья, напишите в комментариях, вот как вы видите человека, который успешный материи и духовной, и знаете ли вы таких людей, вот, кто там известный, да, если что, напишите, обсудим. Ну, для меня, наверное, во-первых, это вот все те люди, которые сейчас, да, даже возьмем Голливуд. Далеко не самые последние люди, которые стали говорить о том, что они очень много лет, не только сейчас, они неделю назад начали, находятся в практиках. Просто сейчас они начали об этом говорить вслух. А раньше нет. Это просто пример тех людей, у которых вообще все в порядке. Даже если мы посмотрим в Дубае, да, в Эмиратах. Казалось бы, вот у кого, ребят, ассоциация, что Дубай, Арабские Эмираты, это чисто материя? Напишите. Вот есть такие мысли, что типа, это чисто материя. Хотя этот город, да, и вообще страна, она ассоциируется с желтым цветом. Это песок, это третья чакра, да, это бизнес-процессы, это деньги, золото, желтый цвет. Но сами арабы, они достаточно религиозные, духовные люди. У них пять раз, да, в день происходит и звучит молитва. То есть постоянное напоминание о том, что материя все-таки важна, но в конце мы все от этого будем, как это сказать, освобождены, так или иначе. Слушай, ну раз мы в Эмиратах, наверное, это и есть самый классный пример баланса духовного и материального. А вот то, что сейчас говорят, что Эмираты ассоциируются только с деньгами, и кого-то это аж раздражает, что все люди, которые сюда приезжают, их интересуют только деньги, это уже люди как бы раскачали эту тему. Но они никогда не, опять они смотрят поверхностно и не заглядывают вглубь всего процесса. И они не хотят, правда, разбираться, вот какие люди здесь живут, локалы, что они здесь делают, как они вообще в этом всем, и почему у них так все хорошо. Да, потому что у них духовное и материальное балансе находятся. Вот это, по-моему, идеально. Высшие принципы, семейные ценности, определенные правила, определенные стандарты, соблюдая которых вот эта вся система так развивается. Да. И это, мне кажется, крутой пример. Кто-то говорит, что по законам даже, если брать, где-то прям жестковато, но тогда вопрос, если бы этого не было, они бы достигли такого уровня, который они имеют сейчас? Ну да. Слов из песен не выкинешь, да? То есть, так оно и получается. Ну что, друзья, я думаю, мы хорошо раскатали эту тему, и напишите в комментариях, вот каков образ человека, который достиг духовно-материального, потому что это очень такая популярная тема, сейчас все об этом говорят, все об этом пишут, но кто это? Это либо монах, который медитирует в горах, и отрешился от семьи, от денег и от всего, либо это шейх, у которого несколько жен, и который имеет несколько там небоскребов, или там управляет штатом в Эмиратах. Каков этот образ? Напишите в комментариях. Так, друзья, ну что, я думаю, мы хорошо тут обсудили некоторые моменты, ответили на какие-то вопросы, которые у многих висели в воздухе, да? И надеюсь, понятно, что есть материя, что духовность. Конечно же, вопрос открытый остался, но если закроем вопрос, он будет тогда уже неинтересный для дальнейшего обсуждения. У нас в студии Ольга Молостова под видео ссылка, переходите на Инстаграм, да, в Инстаграме-то в основном, напишите, она директ читает, она работает в женской аудитории, она тренера по энергодыханию, работает с психосоматикой, она находится в состоянии самадхи, мы про это тоже попозже расскажем, да, поговорим. Пишите ей, приходите на занятия, дышите, и до скорых встреч, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok